Стереохимию диена можно наблюдать в реакции Дильса-Альдера, которую мы собираемся рассмотреть. Итак, здесь слева наш диен, и каждая из его двойных связей находится по одну сторону сигма-связи. Диенофил справа представляет собой алкин. Это означает, что его алкин — фрагмент — линеен. Две эфирные группы с обеих сторон симметричны, поэтому не стоит задумываться о стереохимии диенофила. Достаточно сфокусироваться на стереохимии диена. Здесь мы рассмотрим конкретно вот эти два атома углерода. Мы знаем, что метильные группы, присоединенные к каждому из этих атомов углерода, направлены наружу. И еще нам известно, что на каждом из двух атомов углерода есть атомы водорода, направленные к центру. Поэтому мы называем их внутренними заместителями. Эти две метильные группы называются внешними заместителями. Давайте продолжим и изобразим диен более подробно, чтобы представить его в качестве одной из наших плоскостей. Одну метильную группу расположим вот так, а другую — так. И у нас есть атомы водорода, направленные к центру, и еще один атом, тоже направленный к центру. Это мой диен. Здесь будет тройная связь, если я изображу диенофил. А еще есть эфирная группа с одной стороны и эфирная группа с другой. Вот так. Где же в результате образуются связи? Они образуются между этим углеродом и этим, и еще между этими двумя, согласно механизму. А этот механизм применим к этому углероду и к этому, и к этим двум тоже. Я продолжу и нарисую продукт детальней, чтобы мы могли рассмотреть передвижение наших электронов чуть лучше. Я собираюсь нарисовать кольцо, которое будет результатом реакции Дильса-Альдера. И еще здесь у нас образуется двойная связь. У этого атома углерода водород направлен вверх, а метильная группа смещена вниз. И у этого атома углерода наш водород направлен вверх, и также метильная группа смещена вниз. Я сформирую двойную связь здесь, а затем помещу эфирную группу сюда. Теперь, когда мы изобразили продукт, мы можем поговорить о том, что случилось и почему. Рассмотрим электроны по отдельности, так же, как я это сделал в прошлом видеоуроке. Эти красные электроны образовали новую связь здесь, а эти P-электроны Алкина сформировали вот эту связь тут. И, наконец, мои пурпурные электроны сформируют двойную связь здесь. Это механизм, о котором мы говорили ранее. Сосредоточимся на том, что произойдет с атомами углерода, о которых мы говорили. Давайте я еще раз выделю эти два атома, чтобы было понятно, о чем мы говорим. Я имею в виду эти атомы углерода нашего диена вот здесь. Эти атомы углерода те же самые, что здесь внизу. Понятно, что внутренние заместители — это те самые атомы водорода. Поэтому я обведу в круг внутренние заместители или атомы водорода, те, которые были здесь. Мы их видели здесь и здесь. Они поднялись вверх. Можем провести аналогию, вспомнив о бициклических соединениях. За образованием этих бициклических соединений мы могли проследить с самого начала реакции. Если бы начали с диена циклического строения, то получили бы цикл и здесь внизу. Мы знаем, что такой цикл сместится относительно плоскости вот так, чтобы сформировать бициклическое соединение. Таким образом, можно догадаться, почему внутренние заместители окажутся сверху. Давайте продолжим. Сотрем эти связи, они не будут здесь формироваться. Гибридизация этих двух атомов углерода изменится с СП2 на СП3 гибридизацию. Как мы можем заметить, эти атомы углерода действительно находятся в СП3 гибридизации. А потому в данном случае нам придется рассматривать стереохимию. Давайте посмотрим на наше строение с этой точки сверху и перерисуем, как мы его увидим. Цикл рисуем вот так. Здесь будут двойные связи с каждой стороны этого цикла. Теперь давайте вернемся к стереохимии этих двух атомов углерода. Начнем со стереохимии этого углерода, который я пометил зеленым. И первое, что бросается в глаза — этот водород. Нарисуем связь углерода с этим водородом в форме клина. Метильная группа будет направлена от нас, поэтому нарисуем здесь пунктирную связь. Для этого соседнего углерода все точно так же. Это тот углерод, стереохимию которого я тоже хотел рассмотреть. Давайте сразу обратим внимание на этот водород вот здесь. Рисуем клиновидную связь углерода с этим атомом водорода. А у метильной группы рисуем пунктирную связь. И, наконец, рисуем эфирные группы. И поскольку здесь мы образовали двойную связь, а стереохимии диенофилы нам беспокоиться не придется. Имеет смысл сконцентрироваться на стереохимии только этих двух атомов углерода. Это и было нашей целью. Итак, вот такой продукт. Давайте разберем еще один пример. На этот раз постараемся озадачиться стереохимией диенофила. Так же, как и в прошлый раз, здесь слева уже нарисован транс-транс-диен. Его метильные группы смотрят в разные стороны, а атомы водорода выступают в роли внутренних заместителей. Здесь, справа, мой диенофил. И на этот раз нам придется задуматься, как этот диенофил будет присоединяться к диену. Схематично изобразим диен, как мы и делали это в прошлый раз. Итак, рисуем наш диен. Итак, у нас есть плоскость. Одна из метильных групп, расположенных в этой плоскости, присоединена сюда. Другая — сюда. А два атома водорода расположены в центре. Из предыдущего видеоурока мы знаем, что при взаимодействии диена с диенофилом чаще образуется эндопродукт. Мой диенофил должен расположиться альдегидной группой по направлению к диену. В результате такого расположения получится эндопродукт. Чтобы так произошло, мне нужно расположить карбонильную группу так, чтобы эта группа находилась как можно ближе к образующейся P-связи. Вот каким образом две эти молекулы будут приближаться друг к другу. И опять же, в этой реакции Дильса-Альдера новые связи будут формироваться здесь и здесь. Давайте нарисуем продукт, а затем вновь вернемся к вопросу стереохимии. Итак, рисуем продукт. Здесь появится двойная связь. И вновь оба атома водорода, внутренние заместители, поднимутся вверх, а метильная группа окажется внизу. Итак, внешние заместители окажутся снизу. Вот здесь я забыл водород. Нарисуем его, потому что это важно для стереохимии. Итак, водород, который я только что нарисовал, будет оставаться на месте, так как мы имеем дело с сопряженным механизмом реакции Дильса-Альдера. Водород неподвижен. Карбонильная группа тоже будет оставаться на своем месте. Повторюсь, что такое расположение карбонильной группы связано с ее взаимодействиями с P-связью. Эту тему мы рассмотрим подробнее в видеоуроке, посвященном молекулярным орбиталям. Давайте вновь проследим за электронами. Эти красные электроны переместились сюда и образовали новую связь. Синие электроны теперь оказались здесь. Вот так. И, наконец, пурпурные электроны переместились сюда и сформировали новую P-связь. Перерисуем теперь наш продукт, смотря на него вот отсюда. Давайте продолжим. Нарисуем продукт еще раз. Что же у нас получится? Здесь будет двойная связь. Повторюсь, если рассматривать стереохимию этого атома углерода, который раньше был здесь, первое, что бросается в глаза — этот атом водорода. Изобразим связь между углеродом и водородом в форме клина. А связь метильной группы тогда нарисуем пунктиром. Теперь сосредоточимся на стереохимии этого углерода. На предыдущем рисунке он был изображен вот тут. Можно заметить, что после того, как мы немного повернем молекулу, этот водород окажется наверху. Итак, мне нужно нарисовать этот водород направленным вверх. А, следовательно, альдегидная группа, присоединенная к тому же углероду, окажется внизу. Мы получили эндоконформацию альдегидной группы, что мы уже наблюдали в предыдущих видеоуроках. Теперь перейдем к стереохимии этого углерода. Вновь атом водорода окажется расположенным над плоскостью цикла, вот так. А метильная группа будет направлена вниз. Это один из возможных продуктов этой реакции. Существует еще один способ получения продукта, который иногда используется. Для его демонстрации сперва изобразим вот здесь диенофил. Давайте я нарисую его детальнее. И, поскольку эндопродукт будет получаться с большей вероятностью, нарисуем диенофил с этим водородом. И теперь я частично перекрою его диеном. Нарисуем наш диен поверх диенофила. Это еще один способ показать переходное состояние. Продолжим. Здесь будет метильная группа, и здесь будет метильная группа. Теперь не надо задумываться о пространственном расположении этого атома водорода, который мы рисуем здесь. Таким образом, мы можем изобразить переходное состояние двухмерным. Одним из соображений, почему так можно сделать, является тот факт, что три атома водорода справа в конечном продукте окажутся на одной стороне. Давайте для наглядности я закрашу клиновидные связи в пурпурный цвет. Вы видите, что все три атома водорода расположены в одной плоскости. И когда мы преобразуем это в двухмерный рисунок, это будет легко заметить. Я предпочитаю рисовать молекулы в трехмерном измерении, но в двухмерном тоже можно. Может произойти так, что сближение диенофила с диеном произойдет совершенно другим образом. Давайте я изображу то, что я имею в виду. Нарисуем диен так же, как и в прошлый раз. Здесь у нас будут атомы водорода. Итак, я мог бы нарисовать диенофил так, чтобы получился эндопродукт. Но на этот раз я расположу карбонильную группу с левой стороны, а не с правой. Такое тоже возможно. Как и в прошлый раз, связи будут формироваться вот здесь. Давайте изобразим продукт. Нарисуем его вот тут. Поскольку мы уже проделывали все это неоднократно, я сразу нарисую его таким, каким он будет получаться. Здесь будет двойная связь. Внутренние заместители атома водорода окажутся в пространстве над плоскостью цикла. Внешние заместители при этих атомах углерода будут находиться под плоскостью цикла. Рисуем метильные группы направленными вниз. В такой согласованной реакции дильса Альдера атом водорода будет тут. И он тут и останется. Не забываем про альдегидную группу, которая будет находиться в эндоположении. Перерисуем продукт, глядя на эту молекулу сверху. Получится кольцо с двойной связью вот здесь. Разберемся со стереохимией. Рассмотрим стереохимию этого углерода. Водород направлен на меня, а метильная группа направлена от меня. Итак, водород смотрит вверх, метильная группа смотрит вниз. Стереохимия этого углерода будет абсолютно такой же. Водород будет смотреть на меня, а метильная группа — от меня. Наконец, перейдем к стереохимии этого атома углерода. На предыдущем рисунке он располагался здесь. Когда конформация молекулы немного изменится, мы сможем увидеть, что красный водород направлен вверх. Нарисуем клин. Альдегидная группа будет направлена вниз, вследствие эндоприсоединения. Альдегидная группа смотрит вниз. Итак, в этой реакции мы получили два энантиомерных продукта. Это возможный продукт. И это тоже возможный продукт реакции. Может быть, не так легко понять, что это энантиомеры. Но если нижнюю молекулу покрутить, то мы увидим другую стереохимию каждого из трех хиральных центров. Что указывает на образование энантиомеров. Есть способы селективного получения таких энантиомеров. Но это выходит за рамки нашего видеоурока. Пока что мы только рассматриваем взаимодействие диенов с диенофилами в пространстве. А также наглядно иллюстрируем образование продуктов реакции Дильса Альдера. Дальше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...